Рождество Традиция рождественского рассказа, как и всей календарной литературы в целом, берет свое начало в средневековых мистериях, тематика и стилистика которых была строго обусловлена сферой их бытования – карнавальным религиозным представлением. Из мистерии в рождественский рассказ перешла трехуровневая организация пространства, ад, земля, рай и общая атмосфера чудесного изменения мира или героя, проходящего в фабуле рассказа «Все три ступени мироздания». Традиционный рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, в котором добро неизменно торжествует. Герои произведения оказываются в состоянии духовного или материального кризиса, для разрешения которого требуется чудо. Чудо реализуется здесь не только как вмешательство высших сил, но и как счастливая случайность – удачное совпадение, которое в парадигме значений календарной прозы тоже видится как знак свыше. Часто в структуру календарного рассказа входит элемент фантастики, но в более поздней традиции, ориентированной на реалистическую литературу, важное место занимает социальная тематика. Во второй половине XIX века жанр пользовался огромной популярностью. Издавались новогодние альманахи, подобранные из произведений соответствующей тематики, что вскоре способствовало отнесению жанра рождественского рассказа в область билетристики. Постепенно. Началом спада можно считать 1910-е годы. Основателем жанра рождественского рассказа в масштабах всемирной литературы принято считать Чарльза Диккенса, который в 1843 году опубликовал рождественскую песню в прозе о старом мрачном скряге Эббенейзере Скрудже. Тот любит только свои деньги и не понимает радости людей, празднующих Рождество, но меняет свои взгляды после встречи с духами. В 1850-х годах Диккенс продолжил писать рождественские рассказы, часто в соавторстве с Уилки Коллинзом, публикуя их в своих журналах «Домашнее чтение» и «Круглый год». Именно Диккенс связал рождественскую и социальную тематики, задал основные постулаты рождественской философии, ценность человеческой души, тема памяти и забвения, любовь к человеку во грехе, тема детства. Традиция Диккенса была воспринята как европейской, так и русской литературой и получила дальнейшее развитие. Сложившаяся со временем и ставшая традиционной схемой рождественского рассказа предполагает нравственное преображение героя, которое должно происходить в три этапа, отражая три ступени мироздания. Соответственно, и хронотоп такого рассказа обычно также имеет трехуровневую организацию. Ярким образцом жанра в европейской литературе принято считать трогательную девочку со спичками Ханса Христиана Андерсена. Празднуемые с 25 декабря по 6 января по старому стилю, вместе с Рождеством, Крещением, а начиная с Петра Первого и Новым Годом, святки фактически главные из традиционных календарных праздников России. И, соответственно, именно святочный рождественский рассказ стал наиболее многочисленным и разнообразным жанром календарного текста. Этот праздник объединил в себе изначально языческую коледу, христианское Рождество и Крещение и светский Новый Год. Все эти традиции честно переплелись, создав весьма многослойную святочную семантику соответствующих литературных и фольклорных произведений. В частности, время святок, особенно это касается второй их половины, часто называемой страшной неделей, в отличие от первой святой, считалось в народе временем разгула бесов и прочей нечисти, что приводит к появлению святочных страшных историй. Другой устойчивый мотив – святочные гадания, которые, с одной стороны, связаны с комплексом представления о судьбе и зачастую мотивом надежды на лучшее, а с другой считались греховным и опасным занятием. Поэтому фольклорные и святочные истории нередко носили инструктивный характер, говорили о том, как надо, а как нельзя себя вести человеку, если он сталкивается во время святок с инфернальными силами. При этом празднование святок носило карнавальный характер, где безудержное веселье, призванное по принципу «как год встретишь, так его и проведешь», воздействовать на будущее сочеталось с ритуальным переодеванием. Святочные игрища молодежи были во многом направлены на выбор женихов и невест. Тот же матримониальный характер носили и девичьи гадания. Самым ранним произведением русской литературы, сюжет которого тесно связан со святками и опирается на карнавальную природу этого праздника, считается плутовская новелла «Повесть о Фроле Скобееве». Повесть зафиксирована в письменном виде, вероятно, во времена Петра I. Бедный дворянин Фрол Скобеев в одной из версий с Кумрахов, что является явной отсылкой к скоморохам, переодевшись в женское платье, проникает в девичью святочную вечеринку, где в ходе игровой потешной свадьбы соблазняет дочь стольника, на которой ввозом женится. В конце XVIII века переработанный вариант этой повести, до того распространявшийся исключительно рукописным способом, вошел в сборник похождения Ивана Гостиного сына Ивана Новикова под названием «Новгородских девушек святочный вечер, сыгранный в Москве свадебным». Иногда к святочным относят и повесть Карамзина Наталья Боярская дочь, в которой сын опального боярина женится увозом на дочери царского любимца и заканчивающийся тем, что царь прощает и приближает к себе пойманного жениха-похитителя. Но при некотором сюжетном сходстве с фролом он более поздними образчиками жанра, здесь явная связь со святками отсутствует. Произведение «Озаглавленное святочное рассказы» впервые появилось в русской печати в декабре 1826 года в журнале «Московский телеграф». Его написал издатель журнала Николай Полевой. Святочные рассказы Полевого воспроизведили русскую традицию, уже начавшую сбываться в городах, когда старики в вечер святок рассказывали истории былички и бывальщины, так или иначе связанные с этим праздником. Периодическая печать, в частности литературные журналы, по своей природе связана с календарем. Частично взяли на себя ту роль, которую играла устная календарная словесность в русском фольклоре. Расцвет жанра святочного рассказа в России на рубеже 19-20 веков связан с ростом уровня грамотности и числа подобных изданий. И хотя святочные рассказы относятся к легкому жанру билетристики, они представляют собой не просто пересказ некой истории, а нравоучительное произведение. Чаще всего повествование адресуется детям и подросткам для поучения. Авторы обращались к христианским темам и создавали на их основе простые и понятные детям истории. Формат святочного рассказа был удобен для обучения. Сюда органично вписываются темы нравственности, святости, доброты, самопожертвования и честности. Но и взрослым есть, что почерпнуть из услышанного и прочитанного. Первоначально святочный рассказ формировался по принципу реализма. Здесь не было места чудесам, фантазиям, мистики и сверхъестественному. Если какое-то чудо и было частью сюжета, то в конце оно объяснялось и оказывалось никаким не чудом. Для такого построения сюжета была характерна структура рассказ в рассказе. Так было удобнее всего разделить две реальности рассказа, ту, в которой существуют герои рассказа, и чудесную, в которой творятся чудеса. Традицию устного календарного рассказа воспроизвел Гоголь во многих из вечеров на хуторе Близдиканьки. Святкам в нем посвящена ночь перед Рождеством. Эта повесть наполнена множеством достоверных, красочно описанных этнографических деталей народного праздника. Вмешательство нечистой силы здесь начинается с похищения чертом звезд и месяца. К наступившей в мире темноте добавляется метель, усугубляя хаос. С этого момента в повести начинают происходить фантастические события. Однако, если в устных быличках вмешательство инфернальных сил часто кончается для героя плачевно, то здесь кузнец, то есть носитель мистической профессии и художник Вакула одерживает на чертом победу. В течение 19 века эта повесть Гоголя приобрела в России репутацию классического образцового святочного рассказа. Была в России воспринята и частично переосмысленная традиция Диккенса, благодаря которой в русский святочный рассказ уверенно входит тема собственного Рождества, лишь обозначенная в связи с победой добра над злом у Гоголя и, как правило, отсутствовавшая у его современников. Если у английского писателя непременным финалом была победа света над мраком, добра над злом, нравственное перерождение героев, то в отечественной литературе нередки трагические финалы. Специфика Диккенсовской традиции требовала счастливого, пусть даже и незакономерного и неправдоподобного финала, утверждающего торжество добра и справедливости, напоминающего о евангельском чуде и создающего рождественскую чудесную атмосферу. В рождественских рассказах под простым и понятным сюжетом скрыта тема ценностей жизни и человеческих душ, любви и самопожертвования, доброты и сострадания. Среди героев могут быть как простые люди, так и ангелы или потусторонние силы. Основными лейтмотивами истории являются трансформация зла в добро, перерождение человеческой души, переосмысление и всепрощение, чудесное спасение, примирение бывших врагов. По традиции повествование начинается со сложной жизненной ситуации. Например, в рождественской елке дикинца бедной бабушки нечем на праздник порадовать внучат. В рождественском подарке Хлебникова похожая история мамы не может любимому ребенку приобрести подарок. В елке Константина Михайловича Станюковича у жителей Петербурга нет средств приобрести и нарядить елку, тем самым нарушив традицию. В течение короткого времени герои проходят сложную трансформацию характеров через некие испытания и последующие в конце чудеса в качестве награды. Характерная черта сюжета святочного рассказа – путь героя и изменения, которые происходят с ним за рождественскую ночь. В этом случае чудо выступает главным двигателем сюжета. Благодаря ему герой оклятывается на свою жизнь и решает ее изменить. Но это побочный рассказ с элементом чудо. Саму историю нам излагает рассказчик. Обязательным атрибутом рассказа является потусторонний мир, добрые или злые силы, помогающие увидеть герою свет истины или морочащую ему голову. Обыгрывался также и мотив человеческого суеверия. Но не все истории заканчиваются хорошо. В этих произведениях важна не счастливая концовка, а эффект перерождения. Случается и так, что легенда, сфигурирующим в ней чудом, уступает место сну героя. Как это происходит в рассказах «Неразменный рубль» Николая Лескова, «Ангелочек» Леонида Андреева, «Сон Макара» Владимира Короленко. Чудо может быть представлено как большое или слишком богатое воображение героя, например, пугало Лескова. А иногда чудо лишь удачное стечение обстоятельств, как, например, в рассказах Лескова, «Жемчужное ожерелье» и «Старый гений». Практически в любом рождественском рассказе происходит чудо и перерождение героя. Однако в русской литературе жанр приобрел более реалистичные черты. Русские писатели обычно отказываются от волшебства, сохраняя темы детства, любви, прощения, социальную тематику. Евангельские мотивы и основная жанровая специфика рождественского рассказа здесь сочетаются с усиленной социальной составляющей. Среди наиболее значительных произведений русских писателей написанных в жанре рождественского рассказа «Мальчику Христа на елке» Достоевского, цикл святочных рассказов Лескова и рождественские рассказы Чехова. В дальнейшем жанр святочного рассказа стал развиваться в двух направлениях. Сам по себе жанр рассказа стал настолько массовым, что к нему обращались все писатели и профессиональные, и начинающие. Так что святочные рассказы превращались в легкое сентиментальное чтение без особых литературных изысков. В то же время святочный рассказ для многих писателей стал полем для экспериментов и способом формирования нового литературного направления. Однако, как бы не изменялась структура святочного и рождественского рассказов, как бы не менялись принципы построения сюжета, главным жанре остается одно – нравственная и поучительная составляющая. В финале истории неизменно следует мораль – то, ради чего герои пережили все рождественские приключения, ради чего творились чудеса. Например, в рассказе «Зверь Лескова» проповедь священника растопила сердце сурового человека, изменила его отношение к жизни и к своим близким. А рассказ «Христос в гостях у мужика» завершается моралью автора. Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце тоже может быть такими яслями, если оно исполняет заповедь «Любите врагов ваших, благотворите обитивших вас, и Христос придет в сердце его, как в избранную горницу, и сотворит себе там обитель». В советской литературе святочный рассказ теряет связь со ставшими религиозными предрассудками, святками и Рождеством и превращается в рассказ новогодний. Одним из первых советских новогодних текстов стала «Елка в сокольниках» отрывок из очерка Бонч-Круевича «Три покушения на Владимира Ильича Ленина» 1930 года, получивший известность в качестве самостоятельного рассказа для детей. Здесь Ленин, приехавший в 1919 году на детскую елку, выступает в роли традиционного Деда Мороза. Традиционные темы святочного рассказа, такие как «Счастье, детство и ценность семьи», поднимает написанный в предвоенные годы рассказ Гайдара «Чук и Гек». Хотя он и не содержит явного фантастического элемента, его отличает особая сказочная атмосфера, сближающая его с традиционными рождественскими историями. Однако само словосочетание «святочный» или «рождественский рассказ» с советской печати употреблялось исключительно в ироническом смысле, для обозначения чего-то очень сентиментального или далекого от реальной жизни. Классические произведения рождественской тематики, такие как «Рассказ Чехова Ванька», стали относить к детской литературе. Литературоведы подчеркивали их социальную составляющую. Возрождение традиций жанра начинается в конце 1980-х годов. В печати начинают проявляться как перепечатки святочных рассказов XIX и начала XX века, так и новые произведения с подзаголовком «Святочный рассказ». Издаются сборники таких рассказов. Как пример современного рождественского текста может быть рассмотрен один из самых известных рассказов Людмилы Петрушевской «Черное пальто», в котором героиня, брошенная женихом и решившаяся на самоубийство, попадает в странное междумирие, где получает последний шанс изменить свое роковое решение. Хотя рассказ допускает и иное прочтение, в диапазоне жанров от баллады до детской страшилки в нем достаточно заметна перекличка с девочкой со спичками Андерсона, начиная с того факта, что там и там имя героини остается неназванным и кончая коробком с несколькими спичками, ключевой для сюжета деталью, символизирующими спасение. Отсутствие явного хронологического указания на Рождество или в осовремененном варианте Новый год в «Черном пальто» достаточно характерно для современной рождественской прозы, нередко избегающей подобной конкретизации. При этом у Петрушевской есть все остальные характерные черты жанра «Чудо», «Моральный урок», «Счастливый конец» и «Нравственное перерождение героини», а также «Рассказчик», как самостоятельная инстанция. В рассказе «Мальчик. Новый год», имеющим под заголовок «Нынешняя сказка», Людмила Петрушевская обратилась к жанру рождественского рассказа явным образом. Здесь ее герой, маленькие люди, своим неравнодушием сами совершают маленькое чудо, не дав случиться беде. В современной русской литературе рождественские и новогодние жанры продолжают свое развитие. Можно найти тексты, напрямую не связанные с праздником Рождества, но передающие его особый смысл. Нужно ли говорить, что рождественские семейные чтения остаются частью праздничного досуга и создают нужное настроение? Несмотря на все разнообразие святочных историй, они учат и призывают нас к любви и милосердию, к тому, что человек должен быть готов поделиться частичкой своего душевного тепла с другими, и тогда может произойти рождественское чудо. Благодарим вас за внимание! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин